Титаник стал настоящим прорывом в карьере для Кейт Уинслетт. Именно после выхода этого фильма актриса проснулась знаменитой на весь мир. Позже звезда снялась во многих известных картинах, таких как Айрис, Вечное сияние чистого разума и Отпуск по обмену. Уинслетт премий, и ее популярность растет с каждым годом. Не так давно стало известно, что актриса будет участвовать в продолжении «Аватара», премьера второй части которого намечена на 2021 год. Один из самых известных и популярных актеров Голливуда Леонардо Ди Каприо был известен еще до «Титаника». Например, многим он запомнился после съемок в фильмах, что вложат Гилберта Грейпа, где его партнером по площадке стал Джонни Депп и «Быстрый и мертвый», где Лео сыграл с Расселом Кроу. Однако самым запоминающимся фильмом в карьере актера, безусловно, считается «Титаник». За свою роль он получил золотой глобус и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. С годами Лео не утратил популярности. Достаточно вспомнить оскароносный фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который вышел в 2019 году, где Ди Каприо досталась главная роль. Билли Зейн сыграл в «Титанике» жениха Розы и запомнился всем, как не самый приятный персонаж. Однако мастерству актера можно только позавидовать. Именно после съемок «Титаника» актера стали считать одним из главных секс-символов Голливуда. Сейчас популярность Билли Зейна уже не на такой высоте, а разговоры о привлекательности актера сменились обсуждениями его внешности. Хьюйтеры упрекают Зейна в том, что он якобы запустил себя. Но какая разница, как кто выглядит, Билли ценит в первую очередь за его талант. Кэти Бейтс, по мнению многих, идеально подходит для съемок в фильмах ужасов, однако непотопляемая Молли Браун, которую актриса сыграла в «Титанике», также полюбилась многим поклонникам Бейтс. Нельзя сказать, что это была ее культовая роль, но «Титаник» определенно занимает важное место в карьере Кэти. Сейчас актрису можно увидеть в сериале «Американская история ужасов», в котором она снимается с 2013 года, а также в фильме Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэла». Актриса Фрэнсис Фишер входит в совет директоров гильдии киноактеров США. В «Титанике» она сыграла деспотичную мать Розы, однако самая известная роль актрисы – в фильме «Непрощеный». Также звезду можно увидеть в картинах Люси и Дейзи, впереди смеха и история Одри Хэпберн. Сейчас Фрэнсис Фишер снимается мало. Последний раз на телеэкранах она мелькала в сериалах «Касл» и «Воскрешение». Виктор Гарбер снимался во многих известных фильмах, например в «Неспящих в Сиэтле» и «Блондинке в законе». Но «Титаник» также занимает почетное место в копилке значимых киноработ актера. В фильме Джеймса Кэмерона он сыграл с обостроителя Томаса Эндрюса, который был участником первого рейса «Титаника». Сейчас шестикратного номинанта премии «Эмми» можно увидеть в картинах «За пропастью воржи», «Темные воды» и «Городские истории». Текст Сабина Абасова «Фото», Legion Media, GT Images.